Здравствуйте, уважаемые участники нашего онлайн-урока по обществознанию, 11 класс. Сегодня мы будем говорить о политических партиях и политических системах. Еще раз подчеркну, что у нас с вами формат онлайн-урока. Мы будем разбирать теоретический материал. Мы рассмотрим несколько примеров заданий по этой теме. И я напомню, что данная тема, она связана с одним из элементов содержания кодификаторов контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по обществознанию. Прежде чем перейти непосредственно к теме нашего урока, уважаемые коллеги, я хотела бы предупредить для того, чтобы избежать обрыва связи и выхода из эфира. Я выключаю камеру для того, чтобы иметь более стабильное интернет-соединение. К сожалению, мы вынуждены идти на такие меры. И поэтому сразу прошу прощения и предупреждаю, что не надо паниковать. И вы будете видеть презентацию, вы будете меня слышать, но не будете меня видеть. Опять-таки подчеркну, что это вынужденная мера для того, чтобы иметь более стабильное подключение к нашему онлайн-уроку. Итак, коллеги, я отключаю камеру и... Так, уважаемые коллеги, если меня слышно, прошу дать обратную связь. Еще раз, коллеги, если кто меня не слышал, всех приветствую и говорю о такой вынужденной мере, как необходимость отключить видеокамеру, но презентация будет перед вами, меня будет слышно, меня только не будет видно. Коллеги, если меня слышно и все хорошо, видно презентацию, то дайте, пожалуйста, знать, чтобы я смогла продолжать работать по теме урока. Так, все нормально. Итак, мы начинаем наш сегодняшний урок «Политические партии и политические системы». И еще раз напоминаю, что тема нашего урока, она заявлена не просто так. Эта тема совпадает с таким элементом содержания кодификатора контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по обществознанию, как «Политические партии и движения». Вы видите этот элемент на слайде презентации под номером 4-8. И сегодня мы будем говорить как о политических партиях, так и об общественно-политических движениях. Итак, возвращаясь непосредственно к теоретическому материалу по данной теме, я хотела бы напомнить, что он представлен в учебнике по обществознанию 11 класса, параграф 23. Вы видите страницу из этого параграфа у меня в презентации. И, собственно, само содержание параграфа включает в себя такие разделы, как «Политическая партия и политическое движение», «Типология и функции политических партий» и «Типы партийных систем». Итак, вот три раздела, которые включены в данный параграф. Напоминаю, что после параграфа у нас есть важная рубрика «Словарь» и необходимость работы с понятийным аппаратом курса подчеркивалась мной неоднократно. Итак, в этой рубрике у нас есть определение таких понятий, как «партия» и определение понятия «электорат». Также обращаю внимание на вопросы для самопроверки, поскольку они, собственно, определяют то содержание, которое вложено авторским коллективом в этот параграф. То есть на основании информации параграфа можно получить ответы на такие вопросы. В чем сходство и различия политических партий и движений? Каковы основания их типологии? В чем суть каждого из типов? Какие функции политических партий вам известны? Раскройте их содержание и охарактеризуйте основные типы партийных систем и как развивается многопартийность в России? Итак, вот он, перечень вопросов, ответ на которые можно получить из материалов параграфа. Но мы вернемся к началу, мы вернемся к определению понятия по нашей теме и обозначим его. Итак, политическая партия – это добровольное объединение людей, определенной идейно-политической ориентации, стремящихся завоевать государственную власть и участвовать в ее осуществлении для реализации интересов тех или иных социальных групп и слоев населения. Характерными признаками политической партии являются устойчивая организация, идейно-политическая ориентация и стремление к завоеванию и осуществлению государственной власти. Итак, мы с вами дали определение понятий и признаки, характеристики понятий. Механизм взаимодействия и борьбы партий за власть и ее реализацию получил название системы партийной власти или партийной системы. То есть партийная система – это совокупность политических партий и взаимосвязи между ними. Более подробную информацию о деятельности политических партий можно получить из документа, который представлен в этом же параграфе. Документ содержит выдержку из Федерального закона о политических партии. И здесь мы обращаем внимание на статью 8 – основные принципы деятельности политических партий. Итак, что говорится в данном документе? В данном документе говорится о том, что деятельность политических партий основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления, законности и гласности. Политические партии свободны в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов деятельности за исключением ограничений, установленным настоящим Федеральным законом. Деятельность политических партий не должна нарушать права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией Российской Федерации. Политические партии действуют гласно, информация об их учредительных программах и документах является общедоступной. И политические партии должны создавать мужчинам и женщинам, гражданам Российской Федерации разных национальностей, являющихся членами политической партии, равные возможности для представительства в руководящих органах политических партий, в списках кандидатов-депутаты и на иные выборные должности, в органах государственной власти и органах местного самоуправления. Итак, вот достаточно подробная информация о деятельности политических партий и не только. И если мы разбираем вопросы к документу, мы видим, что здесь четыре вопроса, то, собственно, вот вопрос, который не содержит ответ в самом документе, он звучит следующим образом. Где и как любой гражданин может получить информацию о деятельности партии? То есть вот он, этот вопрос, и этот вопрос, он склассовывается с пунктом 2, как раз-таки федерального закона, где говорится о том, что деятельность политических партий не должна нарушать права и свободу человека и гражданина, должна быть общедоступной. И, собственно, давайте обратим внимание на один элемент параграфа, в котором говорится, что каждая крупная партия, как правило, имеет свою символику, программу и устав, печатные издания, а также сайт в интернете. В программах излагаются цели и задачи, и приоритетные направления деятельности партии декларируются ее идейно-политические движения. То есть вот исходя из этого посыла мы можем в интернете опять-таки найти официальный сайт той или иной партии. То есть вот как представлено у меня на слайде презентации, это скрины из двух официальных сайтов партии, вот они перед вами. И, собственно, вот это и является наглядным примером ответа на вопрос, где и как любой гражданин может получить информацию о деятельности партии. То есть мы заходим на интернет-сайт, мы видим, какая информация там представлена, и мы понимаем, что там представлена в том числе информация о деятельности партии, о программных документах этой партии и другая информация. И, собственно, любой гражданин имеет право ознакомиться с этой информацией. И таким образом реализуется принцип гласности в деятельности политических партий. И, собственно, вот вопрос номер три, он звучит следующим образом. Объясните, как связаны нормы, установленные этой статьей, вот которую я озвучила, с участием политических партий в выборах. Вот буквально несколько дней назад я проводила онлайн-урок по демократическим выборам, и мы рассматривали такой компонент, как избирательная кампания и этапы избирательной кампании, давали достаточно подробную характеристику каждого из этих этапов. И я думаю, что деятельность политической партии, она просматривается в каждом этапе избирательной кампании. И, в общем-то, действительно, на примере деятельности какой-то конкретной партии можно увидеть, в общем-то, наглядный пример, как осуществляется участие в избирательной кампании Российской Федерации, той или иной политической партии. То есть, по сути, вот информация на вопрос номер три, она содержится как на представленных интернет-ресурсах, это в качестве примера представлены интернет-ресурсы, коллеги, не более того. И, собственно, часть информации, она может быть получена из такого параграфа, как демократические выборы. Мы идем дальше и теперь перейдем к, в общем-то, отличиям политических партий и политических движений. Но для того, чтобы говорить о том, в чем похожи и в чем отличны политические партии, политические движения, давайте сначала определимся с понятиями. Общественно-политические движения представляют собой солидарную активность граждан, направленную на достижение какой-либо значимой политической цели. Ядром движения являются, как правило, инициативные группы, клубы, союзы и прочее. Движения, в отличие от партии, не ставят при собой задачу прихода к власти. Общественно-политические движения создаются на основе общности интереса для осуществления общих целей путем воздействия на государственную власть. Итак, мы дали определение такому понятию, как общественно-политические движения. И, в общем-то, таблица, которая представлена на слайде, она дает представление о чертах сходства и чертах различия политических партий и политических движений. Итак, мы видим, достаточно подробно представлена информация в таблице. Мы идем дальше. Мы идем дальше и говорим о типах политических партий. Они представлены перед нами. И здесь подчеркиваем, что типы политических партий у нас определяются по идеологическому принципу. И здесь к 11 классу обучающийся из уроков истории может вспомнить такие партии, как консервативные, либеральные, социал-демократические, коммунистические и прочие. Далее мы говорим о таком типе политических партий, как универсальные, общенародные партии, которые не имеют идеологической определенности и ориентируются на максимальную мобилизацию избирателей вне зависимости от их социальной принадлежности и идейных предпочтений. Следующий тип политической партии по организационной структуре и принципам членства. Это массовые партии и кадровые партии. И последний тип политических партий – это партии по отношению к проводимой политике, которые подразделяются на оппозиционные и правящие партии. Итак, вот представлена у нас типология политических партий. Мы с вами идем дальше и говорим о таком вопросе, как функции партии. Политические партии осуществляют связь государства с гражданским обществом. Эта связь и взаимодействие реализуются через функции партии. Основными функциями политической партии являются представительство о властных структурах разнообразных социальных интересов, выявление и согласование групповых интересов граждан, придание им характера политических целей и требований, разработка и продвижение политических идей, программ, теории, участие в выборах, электоральная функция, политическая социализация граждан, мобилизация граждан на политическую деятельность и выражение своего отношения к проводимой политике, отбор и воспитание политических лидеров и элит, обеспечение связи участников политического процесса и политического диалога, а также непосредственная реализация политической власти, например, в элитарных обществах. Итак, представлены функции политических партий. Теперь мы говорим о таком вопросе, как типы партийных систем. Здесь более-менее все понятно. Мы видим, что двухпартийные и многопартийные системы представлены. Вот они перед нами. Опять-таки дается характеристика каждой из систем. Двухпартийная система, многопартийная система. Приводятся примеры стран, в которых функционируют те или иные партийные системы. И таким образом можно получить представление о типах партийных систем из данной презентации. А заканчиваем мы разбор теоретического материала типологии общественно-политических движений. Мы говорили о общественно-политических движениях, мы давали определение понятия общественно-политические движения, мы говорили, чем общественно-политические движения Отличаются от политических партий и теперь непосредственно рассмотрим тип общественно-политических движений. И здесь мы видим, что по аналогию с партиями общественно-политические движения подразделяются по таким критериям, как по демографическому признаку, по степени организации, по масштабам, по национальному признаку. По методам и способам действия, по отношению к существующему политическому строю и по идеологической основе. Итак, вот если опять-таки мы говорим по демографическому принципу, то это молодежные студенческие общественно-политические движения, по степени организации это стихийные, разрозненные, слабо организованные, высоко организованные. По масштабам это международные и региональные. По национальному признаку это национально-освободительные и за культурно-национальную автономию. По методам и способам действия. Это легальные, нелегальные, формальные, неформальные, ориентирующиеся на мирные действия, ориентирующиеся на насильственные действия. Но, к сожалению, есть и такие типы общественно-политических движений. Мы рассматриваем в целом, повторюсь, это теоретический материал. Поэтому этот тип мы должны учитывать, хотя, безусловно, никто из граждан Российской Федерации, не только Российская Федерация, не одобряет такой тип общественно-политических движений, которые ориентируются на насильственные действия. Дальше мы говорим про типологию по отношению к существующему политическому строю. И опять-таки мы говорим по идеологической основе. Это либерально-демократические, консервативные, социалистические и прочие. Итак, вот типы общественно-политических движений, которые представлены. И таким образом мы с вами заканчиваем рассмотрение теоретического материала по теме политические партии, партийные системы и общественно-политические движения. И переходим к следующему блоку нашего сегодняшнего урока. Это именно разбору некоторых заданий. Постаралась привлечь задания, которые сформулированы в формате заданий ЕГЭ по обществознанию. И в качестве примера мы видим одно из таких заданий, что политическая партия формируется вокруг лидеров, характеризуется слабой организацией и отсутствием фиксированного членства. Лидеры партии выступают с критикой деятельности правительства страны, предлагают свою альтернативную программу развития государства. В программных документах обосновываются идеи минимального вмешательства государства в экономику. Итак, некая ситуация и непосредственно задание необходимо выбрать из приведенного перечня позиций, которые характеризуют данную партию. У нас представлен перечень позиций демократическая, оппозиционная, либеральная, массовая, кадровая, правящая, социалистическая и консервативная. И вот исходя из, опять-таки, той характеристики, которая представлена в нашей ситуации относительно политических партий, мы делаем вывод то, что в тексте речь идет об оппозиционной партии, в тексте речь идет о либеральной партии и в тексте речь идет о кадровой партии. Опять-таки, почему, где основания нашего выбора? Мы видим, например, что лидеры партии выступают с критикой деятельности правительства страны. На основании этого мы сможем сделать вывод, что партия оппозиционная. В программных документах обосновываются идеи минимального вмешательства государства в экономику. Здесь мы, опять-таки, делаем выводы и привлекаем межпредметные связи, в том числе из такого предмета, как история, и понимаем, что данная идеология характерна для либеральных партий. Ну и то, что, собственно, эта партия кадровая свидетельствует начало характеристики, что формируются вокруг группы лидеров, характеризуются слабой организацией и отсутствием фиксированного членства. Данная характеристика характерна именно для кадровых партий. Идем дальше и переходим к следующему заданию. Следующее задание у нас на установление соответствия. Это как раз-таки типы политических партий. Установи соответствие между партийными идеологиями и их центральными идеями и заполни таблицу. Каждой позиции, данной в первом столбце, подбери по две позиции из приведенного списка. Итак, у нас представлены такие идеологии, как консерватизм, либерализм, социализм. То есть мы говорим о типологии партий по идеологическому принципу и, собственно, характеристики, которые нам представлены. Развитые гражданское общество и правовое государство. Функционирование государства и общества в интересах наемных работников. Свободная рыночная экономика. Ценность порядка, традиции и стабильности развития. Активная социальная поддержка, активная социальная политика государства. Сильное государство и четкая политическая стратификация. Итак, у нас характеристики и нужно выбрать соответствие. Вот исходя из тех идеологий, которые были представлены, проведено соответствие. Вы видите правильный ответ, и мы понимаем, что для консерватизма у нас характерна ценность порядка, традиции, стабильность развития. Сильное государство, четкая политическая стратификация. Для либерализма характерны развитые гражданское общество и правовое государство и свободная рыночная экономика. И, соответственно, социализм – это функционирование государства и общества в интересах наемных работников и активная социальная политика государства. Итак, задания на проведение соответствий. Те, которые мы разобрали вместе. Ну и поскольку у нас урок, безусловно, мы не обойдемся без заданий на самостоятельную работу. И первое такое задание – причитайте предложенное ниже высказывание и выполните задание. Высказывание, которое предлагается – это высказывание Дизраиле «Партия есть организованное общественное мнение». И непосредственно задание. Кратко объясните, почему партия – это организованное общественное мнение. Приведите понятия, теоретические положения, рассуждения и выводы, раскрывающие признаки, характеристики, цели и направления деятельности политических партий. И приведите два примера из различных источников, иллюстрирующие рассмотренные вами признаки, характеристики, цели и направления деятельности политических партий. Итак, что касается двух первых заданий, мы говорим о том, что данные задания могут быть выполнены, исходя из тех теоретических материалов, которые мы сегодня разобирали и которые содержатся в презентации. Ну и два примера из различных источников, это привлечение контекстных знаний, в том числе из личного социального опыта, из СМИ, которые помогут выполнить задание номер три к данному высказыванию. Итак, первый вид задания, который предлагается, и второй вид задания, который я предлагаю в качестве задания для самостоятельной работы, это документы, о которых мы сегодня уже говорили и рассматривали, отрывок из федерального закона о политических партиях и вопросы и задания к документу. Первое задание, это как вы понимаете каждый из принципов, названных в пункте 1 документа, добровольность, равноправие, самоуправление, законность и гласность. По сути, очень хорошее задание на определение понятий и можно проверить собственные знания, как хорошо мы усвоили материал искусства общества знания, как четко и правильно мы умеем формулировать определение к понятиям и идем дальше. В чем заключается значение гласности в деятельности политических партий? Частично я об этом сегодня говорила, больше информации содержится непосредственно в параграфе 23. В чем заключается значение гласности политических партий? Где, как, любой гражданин может получить информацию о деятельности партии? Ну, ответ на этот вопрос я сегодня уже давала. Объясните, как связаны нормы, установленные этой статьей с участием политических партий в выборах и приведите примеры деятельности какой-либо партии на выборах. Ну, вот задание номер 3, опять-таки напоминаю, что связано с содержанием такого параграфа, как демократические выборы, этапы избирательной кампании. Была презентация, была таблица, можно посмотреть на эту таблицу и увидеть, как в каждом этапе может себя проявлять политическая партия и привести пример деятельности политической партии на выборах в Российской Федерации. Итак, уважаемые коллеги, два задания предлагаются для самостоятельной работы. Сегодня, повторюсь, мы с вами разобрали материал по уроку общества знания 11 класс, политические партии и партийные системы. Также поговорили о политических движениях или общественно-политических движениях. И таким образом мы с вами охватили содержание кодификатора, элементы содержания кодификатора, контрольно-измерительных материалов, ЕГЭ по истории, который звучит следующим образом, политические партии и партийные движения. Материалы и по первому, и по второму пункту были представлены в полном объеме. А я напоминаю, что на данный момент издательство просвещения предлагает бесплатный доступ к электронным формам учебника. А сегодня мы задействовали материалы из тех учебников, которые вы видите на слайде. Это учебник по обществу знания 11 класс Боголюбов и учебник общества знания 11 класс Котовой-Лесковой. Итак, уважаемые коллеги, я благодарю вас за участие в нашем сегодняшнем уроке, благодарю вас за внимание и желаю вам хорошего настроения, успешного завершения учебного года, а всем выпускникам успешного преодоления государственной итоговой аттестации. Спасибо, до свидания, всего доброго. Продолжение следует...